Сообщество архитекторов, загадочные люди, которые дышат, смотрят, видят и делают все это не так, как могли бы представить себе мы. Но мы во всем этом живем зато и пользуемся. Но сегодня только один, но очень интересный. Виктор Николаевич Логвинов, первый вице-президент Союза архитекторов России, участник создания экспериментального жилого района Северная Чертанова, о котором мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас выпуск целиком посвящен эксперименту в районе Чертаново. Когда-то, конечно, это просто была какая-то фантастика, прорыв из типовых вот этих домов, которые, помните, были домостроительные комбинаты. ДСК, да. Были вот эти ДСК, были вот эти кубики. С тем пор есть, и шлепут. Я бы предложил все-таки, знаешь, вот это, все-таки дать слово специалисту. И вдруг, и вдруг появился вот этот район Чертаново-Северное. Пожалуйста, вам слово, как вообще возникла эта идея, что все начиналось и что это мы сейчас видим, кстати. Это то самое экспериментальное? Да, образцово-экспериментальный жилой район. ОПЖР из Чертаново-Северное. Это официальное полное название этого массива площадью километр на километр примерно. А в чем был эксперимент? Какие цели ставились? Знаете, к 70-м годам решение о строительстве этого района было принято в 1971 году. Так вот, к 70-м годам было уже ясно некий тупик, тот тупик, в который заходит типовое панельное домостроение. Вот эти вот коробочки, которые по-разному расставлялись, они уже было ясно, что это тупик. И была поставлена задача, грандиозная задача найти новые пути, новые идеи развития, прежде всего, массового жилищного строительства и перенести их на то, что сейчас называется реновация, на, тогда еще ставился вопрос, о реконструкции существующих кварталов. Скажите, что там было все-таки? Потому что вот это мы вообще не застали и даже не представляем раньше. На том самом месте? Да, на том месте. На том месте ничего не было, это был пустырь в прямом смысле, но очень интересный рельеф, который мы постарались обыграть и превратить его в целое событие этого района. Это же холм какой-то, каким-то образом возникший. Это естественно или какое-то насыпное? Нет, это естественный холм, и по периметру этого холма, то есть со стороны улицы Чертановской, там серия, там был овраг, которым сделали каскад прудов. Скажите, вот какие приоритеты ставились, чтобы это было красиво, чтобы улучшить качество жизни или попробовать какие-то технические решения? Что было в приоритете или как это среди приоритетов? Может быть, это был просто опыт над людьми с неизвестным заранее результатом, в конце концов? Спасибо. Ну, мы бы не допустили такого опыта. Результат был известен, к сожалению. А, значит, что касается приоритетов, то практически это был широкий поиск во всех областях, начиная с градостроительства и кончая малыми архитектурными формами. И тем, что сейчас называется дизайн городской среды. Вы знаете, простите, у меня просто не терпится, я ведь и жил в этом районе, но уже, правда, спустя уже многие-многие десятилетия, после вот этих 70-х, когда он появился. Это действительно совершенно особенная вещь. Но вот вы сказали, что результат был заранее известен, к сожалению. Что значит к сожалению? Дело в том, что в конечном счёте эксперимент этот был свёрнут, он не доведён до конца, многое, что было задумано, не осуществлено. И вот это, получается, закономерность. Та самая закономерность, которую мы сейчас называем, по-разному называем, но в основном застоем. А причины сворачивания эксперимента? Ну, формальная причина была то, что нужно построить этот грандиозный эксперимент к 80-му году и предъявить гостям Олимпиады. И решение об этом вышло буквально за три года до Олимпиады, когда был всего один комплекс, жилой комплекс построен из шести. И это было абсолютно невероятно и невозможно выполнить эти сроки. Тем не менее, партия и правительство сказали, надо, и всё было фактически свёрнуто. А потом просто тихо и мирно этот эксперимент перестал... Подождите, вы сказали, один из шести, то есть должно было в шесть раз больше там быть, чем... Нет. Был построен, я сказал, один из шести. Сейчас их шесть, но тогда даже семь. Но тогда, значит, был построен только один. То есть я говорю о том, что предстояло за три года сделать невероятную работу. Ну да. Ведь нереально. Да. А методы сворачивания, они очень простые. Сначала отказались от индивидуальных проектов высотных зданий, которые там стоят во дворах, если вы знаете, и были там. И заменили их на типовые панельные дома, которые были специально нарощены за 22 этажей. Что удалось всё-таки сделать? Чем вы гордитесь в качестве достижения реализации этого проекта? Ну, вы знаете, если только перечислить одно перечисление того, что там задумывалось, оно очень впечатляет. Я могу... Я специально для вас... Да, пожалуйста. Расскажите, вот кроме высотности, да, что там ещё? Да. Ну, в градостроительстве. В чём был эксперимент? Связь с природным окружением, гибкая компоновка вот этих секций, которая давала возможность разнообразить пространство. А в архитектуре это свободная планировка квартир. Мало кто знает, что там так называемый широкий шахт несущих конструкций, и можно объединить, безболезненно объединить кухню с общей комнатой и спальней. А, значит, двухуровневые квартиры. О-о-о! Ничего себе! Причём эти двухуровневые квартиры, это совсем уже никто не знает, что не только... Нет, даже никто не знает, что такое могло быть в Советском Союзе. Да. Не только в торцовых секциях, такие уступчатые секции, вот там двухуровневые квартиры, но и на первых этажах длинных домов. Ого! Были двухуровневые квартиры с маленькими приусадебными садиками. И они есть до сих пор. Мастерские на верхних этажах. Блоки обслуживания в каждом комплексе. Кладовые на первых этажах. Новые образцы, образы фасадов. Цветочницы на ложжиях, как вы видите. Интенсивный цвет, террасы в торце корпусов, подземные гаражи-стоянки с выходами из лифтов прямо на уровне гаража. Всё это было для тогдашнего времени. А вам не говорили, что перебиваю, что вам не говорили, для кого, зачем нужны подземные парковки, если какие машины вы собираетесь там ставить? Очень даже говорили. Это был один из главных вопросов. И на него всегда был типовой ответ. Очередники районов. Ветераны партии. Ветераны партии не попрёшь. А вот эти перусадебные участки, это что такое? Сколько метров этот участок? Да, эти участки были такие полисадники перед входами. Так как входы были с улицы, непосредственно, вернее со двора. Со двора, то это были полисадничек, он был чуть-чуть заглублён в глубину фасада. Там был вход, там была лесенка двухэтажная на второй этаж и такой встроенный, многоэтажный комплекс, встроенный коттедж. Ничего себе. А ещё тут у нас написано, но лучше вы расскажите, там уже какие-то технические мусы. Огромное количество, да. Да, вот про это. Ну, смотрите, в конструкциях. Там впервые были применены плиты с пролётом 7,2. Это примерно то, что вот сейчас у вас в студии. А обычные плиты на тот момент какие были? Да, обычные на тот момент 3,360. Ух ты! А здесь как бы на две комнаты. Конструкции фундамента в виде плиты, в которую можно заезжать автомобилями. Большепролётные перекрытия гаража, которые сейчас обвалованы, на которых растёт газон. А лёгкие, эффективные панели наружных стен. Вот эти цветные панели, они толщиной всего-навсего 15 сантиметров. При этом они обеспечивают требуемую теплоизоляцию. Подождите, а они являются несущими? Они нет, они навесные. Это навесные, то есть их... Несущие там поперечные стены с широким шагом. А-а-а. А в материалах здесь огромное количество... Ну, для примера могу вам привести, что вот те самые панели, то есть перегородки из гипоткартона, которые сейчас называются КНАУФ, они были применены первый раз там, в Чертаново-Северное. Привезли их специально американцы в нескольких вагонах буквально. Значит, сами смонтировали. Сами смонтировали, начав с того, что вы знаете прекрасно, что у нас плиты в один ряд потолок никогда не лежат, они всегда чуть-чуть играют. Вот они начали с того, что взяли и зашили гипсокартоном потолки до идеального состояния. Ого! Кроме того... Это как-то странно советскому человеку смотреть в ровный потолок. Да, да. Значит, там панели наружные с минватой, о которой я уже говорил. Окраска яркими. Яркими первый раз были применены кремни, органические краски. Это невыгорающие, долговечные. Это 30-40 лет гарантии, до сих пор они стоят. Торцы, если вы знаете, там белые панели. Так вот, эти белые панели первый раз делались из цветного белого цемента, которые потом укладывались в... Подождите, вы сказали цветного белого цемента. Он называется всё, что не серое, называется цветное. А, ну, серое-то нету цвета, а белое-то уже цвет. Цветное, это уже цвет. Подождите, то есть получается, что этот цемент был специально создан для этого проекта, и эти плиты по 7 метров, они тоже специально были сделаны на этих комбинатах? Да, специально сделаны. Ну, цемент был не специально сделан, по нему эксперименты шли далеко, но в таком широком масштабе для отделки фасадов он был применён первый раз. Ещё вот тут написано, что это про мусор, центральная, централизованная... Нет, пневматическая система уборки мусора, что-то такое. Да, это была шведская система, которую привезли из Швеции. А в чём её суть? Обычный, как бы, ствол мусоропровода в подвале подсоединялся к трубе, в которой создавался вакуум, создавалась тяга, и этот мусор улетал на конец застройки этого микрорайона прямо в мусоросжигательный завод. То есть он там же непосредственно утилизировался? Да, да, там же, и никакой этот район, никакой мусора не производил, он полностью его переработал. Вы знаете, вы так это всё рассказываете, да, вот я коренной макрич. Это не прошлое, это будущее. У меня, да, такое впечатление, что это, знаете, какое-то космическое поселение где-то на Марсе, и закрыли этот проект просто потому, что, ну, ещё рано, ещё рано нам пневматический мусорпровод. Нет, а действительно, а почему не стали строить дальше такие проекты в Москве? Понятно, Олимпиада там, да, но дальше-то можно было вот в удачный район. А я бы по-другому поставил вопрос. Не понял. Насколько реалистично, ну, понимаете, это всё красиво, это я уже хочу купить квартиру там, вот сейчас. Да тебе никто там не уступит. Я попробую говорить, но тем не менее, но насколько это возможно было в условиях Советского Союза тиражировать, ну, чтобы и в других городах, и по Москве такие комплексы строить? Ну, на это был расчёт, мы делали вере в то, что это будет и дёшево, достаточно. Извините, американский гипсокартон, шведская система уборки мусора, хотя бы вот это уже как-то настораживает. Ну, был поставлен на задача найти всё самое новое, всё самое передовое и испытать это. Кстати, шведский мусор-мусоропровод не выдержал испытания нашего ворольской эксплуатации. На какой день или месяц это? Сколько он проработал? Было уже лет через десять. Десять лет? Десять держался, молодец. Его закрыли, мусоросжигательный завод разобрали, и на его месте поставили ещё, вот тут был ещё до этого, значит, сюжет с туалетами, в которых размещаются... Да, кафе. Кафе, так вот, по этому принципу, на месте мусоросжигательного завода, который якобы отравлял атмосферу, значит, поставили ещё пару жилых домов в качестве уплотнения. А, подожди, а что значит я... Вот это интересно, якобы... То есть кто-то говорил о том, что он отравляет... Потому что часто все говорят, что мусоросжигательные заводы – это самое неэффективное, но из всех возможных на сегодняшний. Потому что есть переработка... Самый экологически сомнительный, да, способ. Вопрос эксплуатации. Если эксплуатировать до сих пор все мусоросжигательные заводы, которые были по этой технологии построены в Швеции, они работают. Просто как эксплуатировать эти заводы? Их, естественно, нужно и фильтры менять, нужно... Вот, фильтры. И, естественно, нужно соблюдать определённые режимы. Тем более, что у нас в то время ещё не было вообще привычки выбрасывать мусор в пакетиках, как сейчас это делается. Ну да, ведёрко, газетка и высыпал. Да, и всё высыпал, и это всё очень быстро засорило, вся система. Так же, как, кстати, эксперимент, который был сделан с отоплением. С отоплением... А что с ним было? Отопление было, опять же, скандинавской системой. В полу проводились трубки, медные трубки толщиной в палец. К каждому прибору. Медь. К каждому прибору. И это... Ну, она очень мало весила. И, значит, и эти все подходили к прибору. И эти приборы... Была возможность регулировать их... Теплообменник. Теплообмен. Причём регулировать по фасадам. Есть северный фасад, там батареи жарили сильнее. Под приборами вы имеете в виду... Вы имеете в виду батареи, да? Да, батареи. Нагревательные элементы. И этот эксперимент тоже не удался, так как качество нашей воды... Вот я хотел сказать, забьётся же кальция. Совершенно верно. И эта система, она... Она сейчас широко применяется, но тогда она не пошла совершенно... О, а где она сейчас широко применяется? В новом строительстве достаточно широко, да, применяется. Уже там латунные трубы, большего диаметра. Ага. А получается, что всё новая черта, она вот напичкана цвет метром. Северная. Да. Вернее, северная, да? Там прям... Закрывая пол, выдёркивая трубами, да. Не призывайте спокойно. Почему всё это, я возвращаюсь к вашему вопросу, почему всё это не нашло отражения в массовой практике? Ответ очень простой. Застой. Застой в строительстве означал, что те самые домостроительные комбинаты, которые шлёпали одинаковые типовые проекты, они были крайне незаинтересованы в любых изменениях. Конечно. Они прекрасно себя чувствовали, делая старую продукцию на старом оборудовании, по старым технологиям, и не хотели никаких изменений. По существу это и есть причина. Хотя один из домов, это осенняя улица, дом 2, в Крылатском, он, значит, сделан из тех же деталей по всем тем технологиям, которые были применены в чертах. А это каким образом произошло? Это, как говорится, из запасных материалов, оставшихся построили? Это был следующий шаг, да? Это был следующий шаг. Ведь вся эта технология, она была уже освоена. Её ничего не стоило продлевать дальше. Но строительное лобби, так же, как и сейчас, оно имеет такой вес, что никто не мог его заставить работать не на себя, а на людей. Вы знаете, вот Странник переживает за Игоря Борисовича, и сейчас Странник, сейчас всё будет. Игорь Борисович просто, он уже копит, потом выстрелит. Готовьте. Виктор Николаевич, личный вопрос. Я уже смотрю тут на карте предложение квартир в Северном Чертане. Но мне надо знать, вот эти экспериментальные дома, которых так интересно рассказали, есть у них конкретные адреса? А, жениться там на ком-нибудь и жить. Например. Я вам очень просто прошу. Всё это, так как он был свёрнут эксперимент, когда были только длинные корпуса, 16-этажные корпуса, то всё это касается их. Что касается башен, групп башен, то там уже типовое проектирование 70-х годов, которое дожило где-то и до сегодняшнего дня. А в длинных корпусах, кстати, квартиры и не предлагаются. В башнях, да. Никто просто не хочет ростоваться. И это говорит о многом. Спасибо большое, очень интересный рассказ за эту историю. Да, только скажите последнее просто, напоследок. Запас прочности вот у этих необычных конструкций. Как долго ещё простоит без проблем этот микрорайон, и мы сможем им любоваться? По ГОСТу запас прочности не менее 50 лет. Но я думаю, что этот комплекс простоит из 150. Просто нужно вовремя ремонтировать и поддерживать его в хорошем эксплуатационном состоянии. Ну что, Орехов, тебе ещё может улыбнуться удача в одном из длинных супердомов. Я приложу к этому усилию. Большое спасибо Виктору Николаевичу Логвинову, первому вице-президенту Союза архитекторов России, участнику создания экспериментального жилого района Северное Чертаново. Спасибо, Орехов. Спасибо за участие в нашей программе и за Северное Чертаново.